МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акция «Дышим вместе». Благодаря неравнодушным людям в Азовском ковидном госпитале появились жизненно важные медицинские аппараты. Шумел камыш. Азовчане опасаются соседства с пожароопасными тростниковыми зарослями. В Азове остается сложная ситуация с онкологическими заболеваниями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в городской администрации состоялось еженедельное заседание штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в котором приняли участие руководители социальной сферы. Подробности в следующем сюжете. На сегодня в Азове зарегистрировано 913 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю ковид-19 заболели 67 человек. В динамике я бы отметил, что индекс распространенности заболеваний за неделю составил 0,78, что меньше единицы. И мы уже третью неделю имеем снижение этого индекса с 2,27 до 0,78. Также Вадим Бритковский отметил снижение заболеваемости ОРВИ среди детей по сравнению с предыдущими неделями. К сожалению, этого нельзя сказать о взрослой категории населения. Среди взрослых мы видим как раз-таки пик заболеваемости на прошлой неделе и позапрошлой неделе. То есть, исходя из нашего опыта и предыдущих развитий эпидемии, эпидемических заболеваний в эпидсезон, как раз, скажем так, можно надеяться, что всегда после спада детской заболеваемости идет через 3-4 недели спад заболеваемости взрослого населения. То есть, таким образом, на мой взгляд, ситуация имеет признаки к стабилизации, но остается достаточно напряженной. В очередной раз главный врач обратил внимание главы администрации Владимира Рощупкина на существенные проблемы в городском здравоохранении, которые негативно сказываются на оказании медицинской помощи населению. Ну, мы подошли к тому пику, когда система здравоохранения, ну, мягко сказать, работает на пределе. У нас выбывают доктора. Это самая основная причина того, что иногда мы задерживаем оказание медицинской помощи. Но в целом система здравоохранения справляется. И еще один такой серьезный вызов – это то, что количество пневмоний, то есть, как последствия острых респираторных заболеваний, скажем так, очень большое. На вопрос Владимира Рощупкина о количестве работающих в настоящее время врачей Вадим Редковский ответил следующее. По первой поликлинике – это три доктора из двенадцати. По второй поликлинике – это три доктора из восьми. По детской поликлинике – шесть докторов из девяти. О динамике заболеваемости в общеобразовательных и дошкольных учреждениях главу администрации проинформировал ведущий специалист управления образования Александр Ковалев. По состоянию на 28 число количество заболевших в общеобразовательных учреждениях среди обучающихся составляет 664, что 7,2%. У нас положительная динамика. 23-го было заболевших 799, что составило 8,7%. Среди персонала на 23-е 65 заболевших, что было 9,5%. На 27-е 63 человека, что 9,2%. Среди обучающихся динамика лучше, чем среди персонала. В дошкольных образовательных учреждениях ситуация стабильная, есть незначительная тенденция на улучшение. На 28-е детей, не посещающих общеобразовательные учреждения, 334, соответственно, 7,6%. Сотрудников 87, что получается 88,5%. В свою очередь, глава администрации поинтересовался, до какого числа у школьников осенние каникулы и рекомендовал продлить их до 10 дней. На последнем заседании регионального штаба главным санитарным врачом в Ростовской области было озвучено предложение сделать продолжительность каникул не менее 10 дней. Здесь обсуждений крифнет. Минимо 10 дней до всех школ доведите, пусть учебный процесс планируют соответствующим образом. О результатах рейдов мониторинговых групп за прошедшую неделю сообщила руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Елена Скрябина. За прошедшую неделю проверено 80% крупных предприятий из общего числа промышленных. Проведено 46 бесед. И тем не менее, совместно с Министерством промышленности Ростовской области все-таки составлено 4 протокола на людей, которые совсем непримиримые. Также у нас обрабатываются подъезды. Хотя, опять же, скажу, и вчера я смотрела Пульс, прямой эфир. Там прозвучало тоже, что в одном доме не обрабатывают подъезды. И был еще один звонок. Поэтому, опять же, обращаюсь ко всем. Если вы видите, что ваш подъезд не обрабатывается с той регулярностью, с которой он должен обрабатываться, у нас есть телефоны горячей линии. Мы ждем ваших звонков. Телефон горячей линии оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции работает круглосуточно. Его номер 8 904 446 45 59. Что же касается жителей Азовского района, то они могут обращаться по телефону 4 55 44. В Азове стартовала акция «Дышим вместе». В среду вечером в ковидный госпиталь Центральной городской больницы поступили концентраторы кислорода. Эти аппараты просто жизненно необходимы пациентам с поражением легких. Средства на приобретение данных приборов были собраны в течение одного дня неравнодушными людьми. Это наши и бизнесмены, и также врачи. Некоторые не хотят, чтобы их слышали и видели, как мы готовы участвовать. Потому что каждый понимает, что можно оказаться на этом месте и под этим аппаратом. Поэтому то, что сейчас проходит эта небольшая такая акция, мы ее назвали «Дышим вместе». А группу, которую мы назвали «Азов» мы с тобой. Чтобы азовщане могли тоже подключаться и не только аппараты, может, какие-то там вещи сопутствующие, будет ли какие-то возможности, мы будем тоже приобретать и, я думаю, будем передавать, чтобы за каждую жизнь боролись, а вам Господь давал эту силу для борьбы. И знали, что мы не одни, мы вместе. В предстоящие выходные дни ожидается еще одна поставка оборудования. Главный врач Центральной городской больницы Вадим Бритковский поблагодарил всех участников этой акции и отметил бескорыстное внимание и заботу со стороны незнакомых людей. «Благодарность, конечно, переполняет, когда люди в такое трудное время откликаются. Это дорогого стоит. Поэтому первая партия вот таких вот спасительных для наших горожан приборов от Сумы Александром передается в ваши руки умелые до того, чтобы мы и дальше спасали. В нашем городе, как и по всему Донскому региону, сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Однако некоторые городские территории находятся в особой группе риска. В их числе улица Береговая. Подробности у наших корреспондентов. Густые пятиметровые заросли камыша – привычная составляющая облика улицы Береговой и постоянный источник пожароопасности. Сами мы обкашиваем края. Ну, а середина остается. И середина высоко поднимается камыш с метелками с сухими. И очень волнуемся, что вдруг кто-то кинет сигарету там и что. Потому что уже были причины пожара. Этого камыш горел. Последний пожар, который произошел ранней весной этого года, распространялся со стороны реки. И хотя тогда камыш был еще небольшой, людей охватил страх за свои дома. Да, этот пожар был очень довольно-таки страшный. Потому что я как раз спускалась, с работы шла по лестнице, спускалась и увидела все это пламя. Когда оно пламя поднималось, очень высоко пламя, дым. И наше счастье, что ветер пошел в другую сторону, в сторону подвесного моста. Ветер пошел. И тогда, что на дома, мы боялись, что пламя перекинется. За счет этих метелок пламя перекинется на дома. Ну, это, что ветер переменился. Еще дошло пламя почти до дорожки, переходной дорожки, почти туда дошло пламя. Провода тогда погорели, сильно здесь меняли провода. 23 июля жители улицы снова написали очередное коллективное обращение в городскую администрацию с просьбой произвести работы по уничтожению камыша на муниципальной территории. Они приехали, трактор легкий, он обкосил просто, и все. С той стороны повернул, а там рытвины, там эти, канавки, и он не может там, вот сколько там захватил, он проехал и уехал. Все. Заросли камыша вдоль улицы Береговой действительно выглядят устрашающе. Месяц назад люди снова обратились со своей постоянной просьбой в Азовскую администрацию. Каждый год мы должны писать, просить, напоминать. Вот волнует вот этот камыш. Я понимаю его, невозможно там делать мелиорацию, там что-то такое, это деньги, это все, это хлопотно. Но регулярно совершать покос камыша, это надо. Поскольку возгорания камыша здесь случаются практически каждый год, местному жителю Михаилу Корзакову приходилось вместе с соседями участвовать в тушении пожара. Молодой человек считает, чтобы действительно решить проблему, одними покосами камыша не обойтись. Желательно, конечно, не просто косить каждый раз, а как-то кардинально, ну не знаю, покосить, засыпать землей, чем-то уплотнить и вообще как-то использовать территорию по нормальному назначению, как бы, чтобы она не заристала бурьяна. Сейчас начнется зима, камыш посохнет. И опять в любой момент, а у нас ветра очень сильные, в любой момент здесь и детвора ходят и так далее, мало ли кто. Спичку кинули, опять сполыхнет все это, у нас камыши сильно горят, видно, как за Азовкой горят, а здесь дома рядом. Мы очень волнуемся, чтобы не получился здесь пожар. Надеемся, жители улицы Береговой будут услышаны местной властью, которая поможет им избавиться от постоянного страха перед огнем, который здесь может вспыхнуть в любую секунду. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. На 15-м заседании Азовской городской думы, которое состоялось 28 октября, в числе прочих вопросов обсудили деятельность стационарного отделения областного онкологического диспансера и проблемы, столкнувшись с этим заболеванием азовчан. Подробности в сюжете. Уже который год подряд наибольшее количество онкологических заболеваний в Ростовской области диагностируется в городах Азове и Таганроге. Показатель на 100 тысяч населения для Азова и Таганрога вот по одну сторону и по другую сторону Таганрогского залива колеблется в пределах от 520 до 550 на 100 тысяч населения. То есть порядка 450 человек ежегодно в городе Азове регистрируется злокачественное на образование. То есть впервые заболевают 500. При этом количество летальных исходов составляет 188 случаев. То есть показатели по заболеваемости не равны показателям по смертности. Мы говорим о 5-летней выживаемости «Порядка 60% людей, имеющих онкозаболевания, проходящих вовремя курсы химиотерапии, лучевой и хирургического лечения, в течение 5 лет выживают и далее здравствуют». По словам главврача, это говорит о достаточно высоком качестве работы онкологической службы на территории города. По нацпроекту здравоохранения разработана программа модернизации онкологической помощи, в рамках которой в Азове создан центр амбулаторной помощи при муниципальном учреждении. Все остальные подобные центры в Ростовской области входят в состав онкологических диспансеров. «Нам это позволило концентрировать МРТ, КТ, лабораторную базу, фиброгастроскопию на этом направлении. То есть ЦАОП имеет преимущество для обследования этих больных. И по порядкам оказания медицинской помощи мы должны быть в первый день после подозрения провести биопсию. И в течение 15 дней поставить диагноз онкозаболевания и отправить в онкодиспансер». Стационарное подразделение областного онкодиспансера действует на территории ЦГБ. «У нас есть проектно-сметная документация на реализацию центра лучевой конформной терапии, в котором предусмотрены все современные методы лечения лучевой терапии стоимостью 1,5 млрд рублей. Этот проект неоднократно представлялся депутатами и муниципальными, областными и федеральными депутатами на обозрение губернатора, на обозрение министра. Но по определенным причинам пока что этот проект не реализован». Депутат Юрий Голубев затронул вопрос возвращения на рабочие места азовских врачей-онкологов, на счету которых десятки спасенных жизней. «Я считаю, что мы должны вернуть к нам в Азов выдавленных в ходе этой борьбы за защиту онкоотделения азовских врачей и Кувшинова вернуть, и восходящую звезду онкохирургии, его ученика Вадима Леонидовича Кузьменко, которому не давали, ему сказал онкодиспансер, оперировать не будешь в области. Он ездил в Ейск на четверть ставки. Вот несколько лет назад, с трудом, я так понял, на полставки или на треть ставки попал в шахты. Я знаю, что Вадим Валентинович беседовал с Быковской и просил вернуть его в город Азов. Низкие поклоны, огромное спасибо вам за это». Вадим Бритковский пояснил, что действительно обращался в региональное министерство здравоохранения, но у руководства областного онкологического диспансера есть своя позиция по данному вопросу. По словам Юрия Голубева, жители его избирательного округа, столкнувшиеся с этой бедой, жалуются на непомерно большие суммы, которые требуют врачи-онкологи на каждом этапе лечения. Многим неоткуда взять такие деньги, и люди умирают. «В отношении лекарственных препаратов я могу сказать, что системы обязательного медицинского страхования увеличены за последний год тарифы на оказание онкологических помощей в онкодиспансерах десятикратно. То есть стали доступны препараты, так называемой таргетной терапии, стоимость которых доходит до 700 тысяч рублей за один флакон». Что касается случаев взимания денежных средств, то, по словам Вадима Бритковского, они являются противозаконными. «Я готов разбираться по каждому вопросу, хотя это областная епархия, но это непорядок, и это надо приводить в соответствие. То есть, я же говорю, это противоправное действие, которое необходимо пресекать, и если такие случаи будут, я готов, я думаю, правоохранительной логе подключиться к данному вопросу. То есть денежных средств достаточно». Со своей стороны депутат предложил коллегам создать комиссию, которая могла бы для начала изучить данный вопрос. Александр Кучиц, Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Далее на нашем канале новый выпуск программы «Азов.ВХС.Инфо». Вы увидите самые яркие, острые и интересные новостные сюжеты. Мы вместе вспомним, каким был город, его жители и что волновало азовчан 10, 20 и 30 лет назад. Азов.ВХС.Инфо. Настоящие новости прямиком из прошлого. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова